Вы все давно уже привыкли, что голливудские герои боевиков, прославившиеся безоговорочными победами над самыми сильными врагами на экране, никогда не проигрывают в боях? Но способны ли киношные драчуны показать хотя бы половину того класса, которым радуют зрителей, в реальной уличной драке? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, каких успехов эти ребята достигли непосредственно в боевых искусствах, а не на голливудской площадке. Привет, друзья, с вами Интересная Инфо. Мы начинаем. Одним из наиболее выразительных экранных бойцов является, конечно же, Стивен Сигал. И несмотря на знаменитую историю о том, что некогда во время съемок началась настоящая драка и массивный мастер Айкидо потерпел сокрушительное поражение, его заслуги в этом виде схватки крайне контрастны в помеси с таким же расположением дел. Старина Стивен, по его же словам, стал заниматься каратэ с 7 лет и имеет 7 дан по Айкидо. Невероятное достижение по меркам этого спорта, что само по себе говорит о том, что в реальной жизни он должен уметь не только за себя постоять, но и чуть ли не навешать людей целой толпе людей. Король ударов с разворота Жан-Клод Ван Дамм, в свою очередь, также нередко критиковался СМИ из-за возможного неумения махать ногами в реальной драке так же красиво, как ему удается в кинолентах. Впрочем, и в случае с этим актером, факты из его жизни говорят об обратном. Каратист является чемпионом Европы по этому стилю ведения боя, а также обладателем золотого кубка по европейскому кикбоксингу. Вдобавок к этому, Жан имеет титул по бодибилдингу, из чего можно сделать вывод, что личная шпана, по крайней мере, будет раскидана им уже за счет накачанного тела. Невысокий, но невероятно верткий парень из Пекина Джет Ли накачанным телом не обладает. Зато не единожды становился чемпионом по международным состязаниям Пао Шу. Знаменитый китаец считается признанным мастером по этому виду единоборства, хоть и не шел к этому целенаправленно. По словам Ли, начать заниматься Ушу ему довелось совершенно случайно, в ходе пребывания в летнем лагере, от нечего делать. Но тренировки и соревнования затянулись. Причем настолько, что актер точно может дать в настоящем бою отпор даже Сигалу и Ван Дамму одновременно. Не менее примечательными бойцовскими титулами может похвастаться и поражающий своим умением подняться после нокдауна Марк Дакаскас. Но сможет ли эксперт по ударным техникам встать и победить в настоящем противостоянии со злодеями? Конечно же сможет. Об этом говорят поразительные достижения густобрового красавца. Отец Марка, который сам являлся мастером боевых искусств, привил к сыну такую любовь к той же деятельности, что теперь за спиной актера аж 200 турниров, а также чемпионства Европы по кунг-фу и карате. Нельзя сказать, что крепкий стокголемский блондин Дольф Лунгрен в драках на экране выглядит столь же изящно, как тот же Джет Ли, умеющий уходить даже от самых невероятных ударов. Или скажем, Сигал, лицо которого вовсе остается целым даже после финальной битвы с главарем какой-нибудь бандитской команды. Однако на самом деле Светловолосый Силач является чемпионом Австрии и Европы по карате, а тренировал его прославленный Масутацу Аяма. Так что возможно в реальной жизни Дольф даже круче, чем Флэн.